В первую очередь, большое спасибо Владимиру Анатольевичу за приглашение. Я всегда рад появиться в Санкт-Петербурге. Город хорошей, с каждым годом. Чистые улицы, чистые дома. Я работаю на юге Англии, в Портсмусе. Это южная конечность, между нами такой остров Уайт и дальше уже Франция. Госпиталь королевы Александры. Это новая часть, построенная в 2009 году. Так называемый PFI Project, когда государство получает госпиталь в кредит за счет частной компании. То есть частная компания полностью строит под ключ госпиталь и как бы сдает в аренду его государству на 20 лет. В дальнейшем он переходит полностью в государственное пользование. Около 5000 сотрудников, 1400 коек, база университета Портсмуса, годовой бюджет, которого всегда не хватает. Плюс различное оборудование, сканеры. 29 операционных на двух уровнях, плюс у нас еще есть акушерство, две операционных там включая. 80% больных у нас поступает в день операции. То есть любая операция, пациент поступает в день. Есть специально для этого помещение, где они осматриваются и определяется план и дальнейшее лечение. То есть, как правило, больные не поступают за сутки. Это облегчает жизнь и усложняет жизнь для анестезиолога. Сейчас не об этом. Деление анестезиологии довольно большое. У нас около более 80 анестезиологов, включая 27 ординаторов, которые находятся на тренинге, которые ратируются с каждым годом. Они меняют госпиталь в течение тренинга своего. Немного истории. Без истории, к сожалению, может быть, к счастью, мы никуда не можем дальше двигаться. До 81-го года для рингеальной маски не существовало, естественно. Было два варианта. Либо лицевая маска, либо интубационный наркоз. Лицевая маска, это, естественно, ненадежно и неудобно. Часто смещается, зависит от положения головы. Интубационная анестезия, она инвазивная, требуется, как минимум, лирингоскоп, требуется определенное искусство, требуется определенный навык, ну и определенные риски повреждения различных тканей, мягких тканей, сложной интубации и так далее. В 81-м году Арчи Брейн, сидя на презентации о проблемах анестезии, внезапно пришел к идее о создании рингеальной маски. Казалось бы, простая идея, которую он нарисовал, только вот эта схема осталась. То есть та же самая трубка, которая присоединяется к устройству с манжеткой, которая плотно прилегает к гортане, обеспечивает герметичность. То есть тут же он нарисовал манжетку, шприц. И я вас отсылаю вот к этому сайту, где как бы история ЛМА для рингальной маски довольно подробно описывается. Довольно интересный сайт с оригинальными фотографиями. Что он сделал после этой лекции? Он стал делать слепки с трупов гортани. Как бы он для себя, как исследователь, должен понять, какая структура, она как бы менее опасна в плане травмы, и которая обеспечит в дальнейшем хорошую герметичность при установке маски. Оказалось, что подручный материал — это была носовая маска для стоматологии, такая чёрная маска, у которой тоже была уплотняющая манжета. То есть он просто снял эту манжету с носовой маски и присоединил её к части от резиновой интубационной трубки. Сначала пробовал на себе, у него осталось несколько фотографий, когда он в отделении клинической фотографии, под местной анестезией, он там себя анестезировал ридокаином, а потом просто ввёл себе трубку в рот и с удивлением обнаружил, что можно дышать спокойно и как бы без особо каких-то побочных эффектов. К сожалению, не осталось фотографий, где он с этой трубкой во рту. Это было бы интересно посмотреть. После этого он подумал, почему попробовать не на пациенте. В то время как бы не было никаких этических комитетов, не надо было согласовывать в течение нескольких месяцев. Просто взял и попробовал на пациенте. Оказалось, что действительно трубки эти, маски работают. И возникла и проблема, то есть что доделать дальше. То есть невозможно, на коленках он практически все это собирал. Невозможно дальше, нужно как-то двигаться, развиваться. То есть он предложил нескольким компаниям, в том числе Portex и другие компании, которые сказали, что никого интереса у нас нет, это полная ерунда. И вообще, так сказать, то есть он не смог их завлечь ничем. Он нашел небольшую компанию в Сейшеллах, директор которой сказал, что я ничего об этом не понимаю, но мне кажется, это хорошая идея. То есть то, что вы говорите, это интересно. И сейчас это более чем 100 миллионов долларов в год бизнес реоригиальной маски. То есть вот такой вот начальный вариант, когда он брал просто резиновую трубку, обрезал ее, брал манжетку от носовой маски и все это склеивал буквально клеем. То есть такой вот вариант, как бы начальный. Если у вас будет, когда вы будете в Лондоне, обязательно посетите музей анестезии, в Ассоциации анестезиологов. Есть музей, там все это древнее оборудование представлено, очень интересно. Это вот один из прототипов там есть, 1981 год. В дальнейшем все это развивалось, естественно. Сначала он научился, кроме резиновой маски, готовой маски, он стал отливать из латекса. То есть он научился делать латексные маски. Затем это двинуло в сторону специально силикона. И уже классическая маска, она уже имеет более-менее знакомый вид розового силикона. Что, кстати, вызывало некоторые проблемы с трениями с таможней, когда особенно в Америке еще не была зарегистрирована эта маска. А таможенникам возникал интерес, что это такой розовый предмет, для чего он используется. Не игрушка ли это сексуального плана. Первая публикация была в 1983 году на основании 23 пациентов. Также описана была установка маски, которую сейчас мало кто засовывает пальцы пациенту в рот, потому что у нее там небезопасно. Но классически это было с помощью пальца. Я работал, проходил тренинг в свое время полтора года в Рейдинге, в Роял Баршевл Хоспитал, где мне пошлилось работать с Чандой Вагейс, который один из подвижников Арчи Брейна. Они вместе работали, вместе разрабатывали маски. Особенно вот одна из последних раздвижностей – это Прусил, так называемая, маска, у которой есть дополнительный канал для отвода желудочного содержимого. Чандой Вагейс, он еще уникальный человек. То есть с ним довольно стрессорно было работать, потому что он часто убегал курить и оставлял ординатора одного с пациентом, который находился, например, на животе в леоминоктомии, у которого стояла маска, из маски выделялся желудочный сок. То есть было так довольно неприятно все это. Он был один из апологетов, я ни разу не видел, чтобы он кого-то интубировал. То есть он использовал маски вообще везде. То есть это была такая другая крайность, которую, конечно, я совершенно не агитирую притворять в жизнь. Как сказал Марчи Брейн, мне просто повезло. Сейчас уже более 2,5 тысяч публикаций, более 300 миллионов пациентов, которые были анастезированы с лирингиальной маской. Бюджет я уже сказал, но повезло ему еще потому, что был изобретен этот препарат. Что это препараты, знаете? Пропофол, совершенно верно. То есть если не пропофол, то с лирингиальной маской были большие проблемы, поскольку пропофол снижает рефлексы лирингиальные. И начальный опыт использования ТМТ-пентала был не самый лучший, то есть требовалась релаксация мышечная. Поэтому пропофол способствовал продвижению лирингиальной маски. В настоящее время семейство лирингиальных масок, оно представлено довольно большой вариацией, начиная с так называемой первой генерации лирингиальных масок, куда включается классическая лирингиальная маска, многоразовая, 40 раз, которая использовалась, сейчас она практически не используется, и Unique, которая однократно используется. Также гибкая лирингиальная маска Flexible, которую мы используем часто для лор-операций, для глазных операций, головы и шеи, челюстно-лицевой хирургии, интубирующая лирингиальная маска, а также FastTrack, которая одноразовая. Ну и плюс вторая генерация, которую я уже упоминал, это ProSylLM лирингиальная маска, Supreme одноразовая, ну и iGel, он стоит как бы отдельно, тоже был изобретён ансоциологом, совершенно не относящийся к лирингиальной маске, у которого такая пресс-формированная пластиковая, даже не манжета, а формация такая, которая обеспечивает в той или иной степени герметизацию. В чём же плюс лирингиальной маски? Это прежде всего свободные руки, это эффективные дыхательные пути, вентиляция, это меньший гемодинамический эндокринный ответ, чем интубационные трубки. Возможно, используют при трудной интубации, либо вентиляции маской, когда трудной то и другое. То ли лирингиальная маска может прийти на помощь. Плюс варианты остановка сердца в операционной, в госпитале, вне госпиталя, скорая помощь в самолёте. То есть как бы лирингиальная маска может использоваться везде, и она широко используется у нас в приостановке сердца в госпитале, широко используется на скорой помощи. В чём же минусы? Естественно, это не, как бы сказать, не определенные, не гарантированные дыхательные пути, скажем так. Это всё ещё. Есть риск аспирации желудочного задержимого, где-то в настоящее время это 1 из 10 тысяч кватируется. Плюс иногда бывают трудности постановки. Плюс есть определенное давление утечки, то есть свыше которого вентилировать пациента сложно, но как бы в зависимости от типа маски, боже, от 20, 30, 40 миллиметров водного столба. Плюс иногда возникает боль в горле, особенно если давление больше 60 сантиметров водного столба в манжете. Поэтому её желательно контролировать, особенно когда используется закись азота в анестезии. НАПФО, так называемый, это аудит национальный, который в Великобритании был проведён в 2011 году, он регистрировал все осложнения, связанные с дыхательными путями, включая поступление в реанимацию, смерть, повреждение гипоксического мозга и хирургическая трахеостомия или коникотомия, дыхательные пути. Таких случаев было 184 за год, включая 133 во время общей анестезии, 33 в реанимации интенсивной терапии и 15 в приёмном покое в неотложном отделении. Ориентироваться считается, что в Великобритании проводится около 2,9 миллиона общих анестезий в год. Из них 56% — лирингиальная маска, 38% — интубационная трубка и 5% — лицевая маска. В 90% используется классическая лирингиальная маска. И где-то около 10% — это айджел или простил лирингиальная маска. По данным НАПФО, в 34 случаях таких осложнений используется лирингиальная маска. Причём в 17 из них возникла лёгочная аспирация. Из неаспирационных осложнений было 2 смерти используемой лирингиальной маски. В 5 случаях патриоустархиостомия либо крикоконикотомия. И в 13 случаях госпитализация в реанимацию интенсивной терапии. Неаспирационные смерти — одна смерть у пациента с пледительной операцией положения на животе и трудными дыхательными путями. И вторая смерть — это плохое позиционирование аллергиальной маски. Причём возникла потеря дыхательных путей и в последующем нераспознанная интубация пищевода. Я хочу сказать, что все данные собирались анонимно. То есть никаких организационных выводов из этого не следовало. То есть это было с точки зрения обучения и предотвращения дальнейших осложнений в будущем. Что касается аспирации аллергиальной маски, то было показано, что аллергия аспирация — наиболее частое осложнение при использовании аллергиальной маски. И 80% — это когда использовалась аллергиальная маска первой генерации. То есть вот на этой диаграмме всего 4% связано с аспирацией, связанных с аллергиальной маской второй генерации. Часто аллергиальная маска используется не по показаниям. Таких пациентов, как с выраженным ожирением, с рефлюксом, с начинающими докторами, которые только начинали тренинг, у пациентов риском трудной интубации. То есть когда возникала ситуация, что дыхательные пути не защищены, и в дальнейшем попытка интубации была не всегда адекватна. Какие же проблемы указаны, были вы обнаружены? Это в первую очередь селекция пациентов, как я уже упомянул. Она использовалась не по показаниям. Не всегда присутствовало понимание ограничений аллергиальной, использовавшей аллергиальной маски. Недостаточная опыта фиксации на задании. То есть как бы пытались, либо пытались сохранить тот же выбор анестезии, который выбран был, и уже от него не отклоняться. Либо когда уже пытались спасти дыхательные пути, то было уже либо поздно, либо малоквартные попытки интубации приводили к травме, иногда к смерти. И проблемы при поддержании сези пробуждения. То есть также было указано, что не только процесс ввода наркоза и поддержания, но и пробуждения, когда несколько пациентов, допустим, в палате пробуждения, они кусали аллергиальную маску, и что приводило к гипоксии, еще больше возбуждению. И то есть дыхательные пути было довольно сложно восстановить в этом случае. Рекомендации какие по поводу аллергиальной маски, это сказать только небольшой раздел, там много рекомендаций, но в основном позиция по поводу рентгиальной маски, это требуется такое же внимание, как и контубации. То есть селекция пациентов, определение показаний и противопоказаний, важность постановки, подтверждение правильного положения. Также понимание, что трудная постановка может быть предвестником последствий, последствий осложнений и сложностей. И особенно момент, что продолжение субоптимальной рентгиальной маски недопустимо. То есть если есть проблема, то вы подумайте о том, что если вам потребуется вентиляции, то возможно это будет довольно сложная. И выработка плана ABC, ABV. То есть что вы будете делать здесь вот этом, если эти дыхательные пути будут неадекватны, а если следующий вариант будет неадекватен, то мы всех своих ординаторов заставляем продумывать эти варианты. То есть какие варианты, что вы будете делать дальше, где это оборудование находится, и куда бежать, и кто побежит. Одна из последних редакционных статей в анестезиологии 2012 год говорится о том, что частота неудачной постановки для рентгиальной маски все еще высока. Хотя, на мой взгляд, 1%, это не так уж высоко. У 160 пациентов из 170 наблюдалась гипоксия или легочная аспирация. Причем чаще у мужчин, чаще при ожирении и провороте при изменении положения операционного стола. То есть на взгляд Такаши Асай, который из Японии, регланный редактор, все еще высока проблема осложнений после использования гиальной маски. То есть нужно их иметь в виду. Как я уже сказал, на Шарько используется внеоперационный. Вот одна из больших статей с видеоприложением. 2011 год. New England Journal of Medicine. Один из, так сказать, ведущих журналов для терапевтов. Там есть совершенно нормальный раздел по гиальной маске в медицинских неотложных ситуациях. Использование при ожирении. Кохрановский обзор. 2013 год. В основном основывается на двух публикациях. Говорится о том, что просил гиальная маска, которая есть канал для отвода желудочно-содержимого, она эффективна, но не доказана ее безопасность. Поскольку, как мы уже сказали, осложнения в аспирации случаются 1 из 10 тысяч, то это довольно редкость. Поэтому, чтобы спланировать такое исследование, нужно по меньшей мере 1 миллион пациентов в каждой группе. То есть это, в принципе, довольно сложно. Возникают чисто такие прозаические вопросы здорового смысла. Ситуация, когда, может быть, не стоит использовать гиальную маску, но она используется по тем или иным причинам. Ну, скажем, пожилое положение на животе, когда заведомо интубировать пациента сложно, если что случится с двигательными путями, у пациентов с выраженным ожирением, у пациентов с лепароскопией и ожирением, у пациентов с кесаревым счинением, то есть, ну, хотя бы, то есть, казалось бы, ну, это не заведомо спорный выбор анестезии. В онкохирургии мы активно используем в гинекологии, в урологии, в операции на молочной железе, в общей хирургии, неполосной. Также в дыхательных путях. Это как бы один из важных моментов, которые нужно всегда иметь в виду при трудных дыхательных путях, при сложности интубации, при сложности вентиляции маской. То есть это как бы один из спасающих моментов, который может спасти жизнь. Одна из публикаций 2011 года Тиммермана использования для реагиальной маски, в том числе, как бы, для менеджмента дыхательных путей. Было указано, что часто успешно постановка реагиальной маски при безуспешности интубации и вентиляции. Она может в последующем использовать как для вентиляции, так и для интубации через реагиальную маску, то есть с помощью фибробактического бронхоскопа, с помощью проводника через бронхоскоп. Возможно, без спешки, потому что обеспечивается нормальная вентиляция, оксигенация. Постановка, как правило, травматичная, не снижает шансы для другой методики, в отличие от многократных попыток интубации. Она всегда доступна. Но, опять же, отсутствуют рандомизированные исследования. Как я уже сказал, это довольно сложно провести, поскольку нужно довольно большие количества пациентов в группах. Difficulty Away Society, сообщество трудных дыхательных путей британское, в разделе сложной интубации или невозможности интубации, ленингиальная маска упоминается в плане B и в плане D, то есть как бы интубационная либо нормальная ленингиальная маска. И в плане D также, еще раз, момент, то есть она как бы дважды упоминается здесь. Американская общественности логов трудных дыхательных путей разделе, тоже упоминается ленингиальная маска, как один из вариантов поддержания вентиляции, и оксигенации. Не знаю, вот здесь видео есть, но это работает, возможно. Это отрывок из фильма, называется «Оживляя мертвецов». «Bringing back death», где играет Николас Кейдж, он играет парамедика, который, проезжая мимо, ведь девушка, молодая девушка, которая упала на улице, и судороги возникает. Как бы вот он, укладка у него лингоскоп, трубка, он пытается интубировать. Но звука нет, но вот его коллега, парамедик, говорит, стамок, желудок, точно желудок. Он интубирует снова, наслушает, говорит, желудок опять, опять желудок. А тут уже, так сказать, у него определенная галлюцинация, она, девушка, говорит свое имя. И он продолжает интубировать. Третья попытка. Ну и опять желудок, и они меняются. То есть теперь следующий будет пытаться интубировать и не матурирует три раза. То есть оксигенация гораздо важнее, чем попытки интубации. То есть всегда нужно помнить, и мы все своим ординаторам говорим, всегда помните про ларингеальную маску. Это может быть вашим спасительным маневром. Эти маски мы используем в госпитале. Как правило, это одноразовая маска, либо гибкая. Второй генерации мы используем реже, из-за их цены в настоящее время. Но все чаще и чаще используются. Из 23 тысяч анестезиев за прошлый год, общих анестезий 42% с адрингеальной маской, 20% интуиционная анестезия. Ну и все остальное – это либо общая анестезия, либо местная анестезия, либо оригинальная анестезия, либо местная анестезия, либо без анестезии. Мой логбук, мы ведем каждый свой учет своих анестезий. За прошлый год тоже около 50% – это ларингеальные маски. Из всех моих анестезий общих приведем. Сюда входит и общая анестезия, и также оригинальная анестезия, которая здесь седация, то есть оригинальной анестезии. Несколько исследований проведено ларингеальных масок второй генерации, в частности, про сил, было показано, что они выдерживают довольно большое давление при вентиляции, то есть они могут использоваться при гораздо более высоких давлениях, чем стандартные ларингеальные маски. И последняя редакционная статья из Британского журнала анестезиологии за этот год предлагает прекратить использовать первую генерацию ларингеальных масок, поскольку они менее безопасны, вторая генерация более эффективна, но безопасность мы им пока неизвестна, и прилагается рутинно использовать вторую генерацию ларингеальных масок. Ну и завершая мою беседу, мою лекцию, ларингеальные маски могут спасти жизнь, они могут использовать на гиспитальном этапе, при остановке сердца, в акушерстве, педиатрии, в сложных отрывательных путях, при экстубации, ну и естественно в операционной. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.